Военный комиссариат в Колпашеве ведёт отбор граждан, которые прибывают в запасе, в мобилизационный людской резерв. Он представляет собой часть военнослужащих в запасе, которые содержатся в наиболее подготовленном мобилизационном состоянии. Пребывание в резерве предусматривает участие в мероприятиях оперативной, мобилизационной и боевой подготовки в ходе военных сборов. Резервисты привлекаются к мероприятиям по планам подготовки соединений и частей. Контракт о пребывании в резерве может быть заключён с гражданином в запасе, который имеет воинское звание солдата, сержанта, прапорщика и возраст до 40 лет, младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана, капитана лейтенанта до 47 лет, майора, капитана третьего ранга, подполковника, капитана второго ранга до 52 лет, а также полковника, капитана первого ранга до 57 лет. Кроме того, лица, которые заключают контракт о пребывании в резерве, должны иметь А или Б категорию годности. Пребывание граждан в резерве предусматривает предназначение на воинскую должность, присвоение воинского звания, аттестацию и квалификационный экзамен. О том, как происходит отбор в мобилизационный людской резерв, нам рассказал военный комиссар Калпашевского района Николай Хайрулин. Граждане для того, чтобы включить в мобилизационный людской резерв, первое, то он должен прийти в военный комиссариат, написать заявление. Работники посмотрят, подходит ли он по критериям, то есть служил, не служил в армии категории, годности. Пишет заявление, прилагает все соответствующие документы, которые нужно будет приложить. Проходит медицинскую комиссию, проходит профотбор, сдает нормативы по физической подготовке. После этого он заключает контракт уже с воинской частью, то есть не с военкоматом, а с воинской частью. На граждан распространяются все льготы, как для граждан, которые предусмотрены учебные сборы. Учебные сборы будут проходить в воинской части согласно расписанию. Расписание будет до каждого гражданина будет доведено. При нахождении в мобилизационном людском резерве гражданину выплачивается денежное удовольствие ежемесячно. Денежное удовольствие будет зависеть от должности и воинского звания. Это начинается где-то от 3 800 рублей и до 10 000 рублей. Ежемесячно выплачивается он при нахождении в мобилизационном звании. Если гражданин будет увлекаться на сборы, то ему будет выплачиваться денежное удовольствие, исходя из воинской должности. Для солдат-сержанта это в районе 40 000 рублей, ну а офицеры уже идут от 45 000 и выше, в зависимости от должности. В случае, если резервист работает во время военных сборов, работодатель выплачивает ему среднюю заработную плату. Расходы на выплату зарплаты работодателю компенсирует Министерство обороны. Таким образом, находясь на сборах, резервист получает и заработную плату, и денежное удовольствие. Однако существует и ряд ограничений для заключения контракта о нахождении в резерве, отметил Николай Хайрулин. Привлечение к уголовной ответственности, несоответствие категории годности, и если гражданин привлекался по административному наказанию за употребление наркотических или психотропных веществ, это является ограничением. Потому что всех мы будем проверять через базу МВД, делать соответствующие запросы, получать соответствующие ответы. Ну и также через все диспансеры наркологические, психиатрические. Оттуда у нас тоже будут все ответы. Чтобы не было так, что человек, который имел какие-то проблемы закона, мог бы попасть в резерв. Первый контракт о пребывании в мобилизационном резерве заключается сроком на три года. Новый контракт может заключаться на три года, пять лет, либо на меньший срок до наступления предельного возраста пребывания в запасе. В контракте закрепляется добровольное поступление гражданина в резерв, а также срок и условия его пребывания. Добавлю военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, обеспечиваются вещевым имуществом и питанием.